Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, в самом начале хочу поздравить всех стимян или всех пользователей стим блокчейна с достижением цены. На данный момент стим, согласно CoinGecko, торгуется на отметке 27.91, то есть примерно 28 центов. Цена скима зарегистрировала рост на 23,5% за последние 24 часа. Конечно, это вообще супер, что мы потихонечку уже находимся вблизи психологического уровня в 30 центов за одну монету ским. Вот как выглядит график. Совсем недавно, то есть в начале февраля, несколько дней назад, стим торговался вблизи 20 центов, а мы знаем, что даже и были цены в декабре, когда цена скима упускалась, ну в декабре, сейчас я перейду, когда цена скима упускалась ниже 10 центов. То есть цена примерно почти в 2,5-3 раза оттолкнулась от этих уровней. То есть это вообще супер. И на самом деле, согласно сайту CoinGecko, видно, что цена доходила и до отметки в 30 центов за одну цифровую монету сегодня, даже чуть выше, и сейчас произошла маленькая коррекция. На самом деле, это большой успех, я считал, потому что, ну да, конечно, ранее цены были значительно, вот цена скима против доллара, цена была значительно выше у скима, когда-то мы имели уровни выше там доллара, 2-3-4, даже ским доходил до 10 долларов. То есть все равно это, пока мы далеко от высоких уровней, но все равно это хорошо, потому что, если цена скима снова начнет восстанавливаться, будет показывать более высокие уровни, потихонечку большинство пользователей скима, которые перестали активно пользоваться ским блокчейном, то есть выкладывать фотки, пользоваться этой социальной сети, они снова вернутся. И, конечно, также и новые пользователи присоединятся к нашему блокчейну, если цена продолжит восстанавливаться, и я вообще очень рад. Но, давайте сейчас посмотрим на цены криптовалют, основных криптовалют, видно, что весь рынок в зеленом, то есть в основном все криптовалюты торгуются в зеленой территории последние 7 дней. Схожая динамика и за последние 24 часа, биткоин находится выше психологического уровня, 10 тысяч долларов за цифровую монету, текущая цена 10 260 долларов, то есть позитив на рынке продолжается, и, соответственно, это подтягивает и, конечно, цены альтернативных монет вверх. На самом деле, если посмотреть на уровень доминирования биткоина, видно, что как будто биткоин, уровень доминирования формирует вершину, текущий уровень 63,2. Я что хочу сказать. На мой взгляд, если уровень доминирования биткоина, вот эта оранжевая линия, она начнет потихонечку снижаться, это будет лучше для крипторынка. Почему? Ну, это на мой взгляд, потому что это будет значить, что цены других криптовалют, альтернативных монет повышаются, а это будет значить, что инвесторы в криптовалюты, они потихонечку начинают вкладывать и в другие криптовалюты, то есть они начинают доверять применению технологии блокчейн. Соответственно, если технология блокчейн начнет широкомасштабно применяться в разных отраслях экономики, то тогда мы будем видеть развитие других криптовалют, кроме биткоина, их цены будут повышаться за счет применения так называемого use case этих криптовалют, и тогда уровень доминирования биткоина будет снижаться. А когда мы видим, что только биткоин растет, то есть его уровень доминирования повышается, это значит, что инвесторы, они все-таки себе говорят, ага, пока еще непонятно, каково будет применение блокчейн технологии в глобальной экономике, я буду ждать в биткоинах, это самая защитная стратегия, мои все деньги практически в основном будут в биткоинах, те, которые я вложил в криптовалюты, и если я замечу, что блокчейн технология начинает иметь применение в других отраслях, вот те там такие будут покупать. То есть, когда инвесторы не чувствуют, что прям-прям очень скоро начнется применение, широкопоштамное применение блокчейн технологии в разных отраслях экономики, тогда, конечно, уровень доминирования биткоина достаточно высокий. И, конечно, при других проблемах криптовалют, также, например, проблема масштабирования, если увеличивается биткоин, биткоин повышается, его уровень доминирования, имею в виду, его уровень доминирования повышается. И вот так. Для рынка я считаю, что хорошо, когда уровень доминирования биткоина снижается для криптовалютного рынка, и в целом для технологий блокчейн. На самом деле, что хочу сказать, если этот график будет идти вниз, то тогда цены альтернативных монет, скорее всего, продолжат расти, некоторые из них, у которых есть хорошее применение, то есть есть так называемый use case, их цены будут повышаться быстро. И я уже слушаю, читаю, вижу, что многие криптовалютные пользователи утверждают, что текущий 2020 год станет годом альтернативных монет, когда практически альтернативные монеты, криптовалюты зарегистрируют более хороший рост, чем ключевые монеты, как, например, биткоин и, допустим, там, эфириум и так далее. Может быть, это будет так, может быть, это не будет так. Конечно, я буду рад, если цены у альтернативных монет будут повышаться, и, соответственно, за этим будем следить. Но позитив, бычий иностро уже чувствуется среди людей на фоне вот этого зеленого рынка. Будет хорошо, если этот зеленый рынок или бычий рынок продолжается, и, конечно, если альтернативные монеты будут повышаться в цене. Итак, давайте сейчас перейдем к некоторым интересным новостям. На сайте news.bitcoin.com, то есть news.bitcoin.com, выложили вот такую интересную новость. Россияне могут покупать или использовать Kiwi, Сбербанк, Яндекс.Мoney и так далее, и Binance, PR2PR биржа, чтобы покупать биткоины за рубли. То есть видно, что способы покупки и, скорее всего, продажи биткоина для россиян увеличиваются. Все больше и больше услуг по совершению таких операций, фиатные деньги, то есть рубли на криптовалюту и наоборот. На самом деле я не знаю, если через Kiwi, через Яндекс деньги и через Бербанк, если можно купить криптовалюту. Если вы знаете, уважаемые зрители, пожалуйста, поделитесь. Но поскольку я понимаю по поводу Kiwi и Яндекс, это, скорее всего, речь идет о том, потому что я здесь читал эту статью. Вот, например, есть такие гистограммы всякие, что в целом речь идет о обменниках. То есть когда кто-то, потребитель, меняет криптовалюту на деньги или наоборот, через обменники, они очень часто пользуются Kiwi или Киви кошелек, или Яндекс деньги, потому что там комиссии более низкие при зачислении, при выводе средств. Может быть, в этой статье они именно и об этом хотели сказать, но заголовок такой. Но на самом деле это все говорит о том, что доступность для людей увеличивается, то есть для покупки и для продажи этих криптовалют. И на самом деле есть еще одна новость. Например, на сайте Форклок биткоин-биржа Кукоин добавила поддержку российского рубля. Это с сегодняшнего дня, вот практически их сообщение в Твиттере, или точнее это на их блоге, на их страничке. Соответственно, они сегодня озвучили, что вот люди уже, точнее россияне, которые хотят купить криптовалюту, могут совершить это в российских рублях, пользуясь, ну, своим, там, своей банковскими картами. То есть через, пользуясь банковской карточкой, можно купить криптовалюту. Ну, то есть видно, что уже конкуренция между бирж увеличивается, Binance и Binance они добавляют очень много возможностей для совершения сделок в рублях, ну, для покупки и продажи криптовалюты, также и для ввода и вывода средств. И другие биржи потихонечку они внедряют вот эти возможности, потому что рынок русскоязычный, российский большой, все стараются, конечно, к этому рынку подключиться. И на самом деле я вижу, что там, где большие страны, например, вот эти крупные биржи, сразу пытаются открыть такие платежные, через платежные системы, сотрудничать с локальными банками, чтобы, соответственно, они предложили вот эту возможность пользователям пользоваться национальной валютой для покупки и продажи криптовалюты. И последнее новое, что я хочу сказать, в качестве заключения, здесь на карте Центральная Азия, Казахстан, Узбекистан, Туркместан, Киргизия, Таджикистан, речь идет о том, что, согласно этой статье, средняя цена одного киловатт-часа стоит три цента в среднем в Казахстане и в этих странах, и очень много майнеров, то есть те, которые, ну, занимаются майнингом, из Китая переходят в эти страны из-за более дешевого электричества, и в этих странах, якобы, открываются вот эти фермы. И на самом деле я что хочу сказать, я прочитал эту статью, меня это заинтересовало, я себе сказал, ну, вот это возможность для этих стран развивать это направление, если там действительно более дешевое электричество для домохозяйств, то вот можно там заниматься майнингом, и я решил сравнить их цены практически со сценами в Евросоюзе, потому что, ну, я нахожусь в Болгарии, и вот, соответственно, вот наши цены. В Евросоюзе самое дорогое электричество это в Германии, 1 кВт в час стоит 30 евроцентов и почти 31, вот как меняется эта шкала и не столбики на этом графике, и, соответственно, самое дешевое электричество примерно 10 центов 1 кВт в час, как на русском это точно называется, может, 1 кВт в час тоже называется, соответственно, это у нас Болгарии. Но даже если мы возьмем самое дешевое электричество в Евросоюзе, то есть в Болгарии оно стоит примерно 10 евроцентов, это несравнимо с ценами на электричество согласно этой статье, которая есть в странах Центральной Азии, соответственно, видимо, для майнеров там будет намного комфортнее открывать фермы и этим заниматься. То есть вот такие новости. На самом деле у меня на этом все. Огромное вам спасибо за ваш просмотр. Пожалуйста, поделитесь вашими комментариями. По-любому я желаю вам хорошего дня, удачи на финансовых рынках и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpa. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.